Привет! Меня зовут Мария, это мой коллега Вова. Мы работаем в компании Киев Сити Рост. Работаем с разными отраслями. Это и фильтр машины, и эспрессо машины. Мы обжариваем кофе. Наш опыт работы в кофейной сфере уже более 5 лет, поэтому мы можем делать какие-то выводы и рассказывать вам интересное. Очень быстро развивается кофейный мир, и сейчас последний тренд – это фильтр машины. Люди ставят их себе в кофейне, в офисе, домой. Мы решили разобраться с фильтр машинами в диапазоне цены до 250 евро. Какие же из них лучше, какие хуже, какую стоит выбрать. Мы рассматриваем в наших видео 4 фильтр машины. Это Mokomaster, Bonavita, Wilfa и Bimor. Сегодня мы покажем вам Wilfa. Если раньше мы делали распаковку фильтр машины, то сегодня мы решили взять фильтр машину, которая простояла, внимание, почти год в аренде у наших клиентов. Мы покажем вам, что с ней стало за год, расскажем о ее функционале и плюсах, и минусах. Вообще, это наша любимая фильтр машина из недорогих, потому что она может соревноваться в приготовлении даже с более дорогими машинами. Расскажем вам почему. Собственно, комплектация. Сама фильтр машина, ее корпус, трубка для подачи воды. Здесь принцип подачи такой же, как в Mokomaster. Колба для смолотого кофе, в которой сначала вставляется фильтр. Обратите внимание, очень важный момент в этой колбе. Здесь регулируется подача воды. То есть мы можем регулировать экстрацию во время приготовления кофе, струйку делать тоньше или крупнее. Это очень важный момент. Это очень удобно. И есть такое еще, скажем так, если вы буквально приходят вам в гости, вы варите фильтр и забыли про это, то компания Wilfa, скажу так, что компания Wilfa вообще в принципе хорошая, чем? Потому что ее основал чемпион, трехкратный чемпион по заварению фильтра в Австралии. И к тому, что я говорил, у них есть внутри клапан обратного сброса. То есть если вы, например, забыли про фильтр и ушли куда-то, ну или просто общайтесь с гостем, то фильтр машины, скажем, об этом уже подумала мы компания, и здесь есть обратный клапан, который сливает воду, то есть чтобы она не перелилась свыше края. То есть это в принципе они продумали наперед этот момент. Но в принципе это нужно дать им большой плюс. Ну вот все в принципе. То есть комплектация изначальная такая же, как у всех остальных фильтр машин. Распаковывая коробку, вы видите саму фильтр машину, колбу для приготовленного кофе. И внимание, здесь колба. Да, это минус. Потому что если она разобьется, она дорогая, стоит порядка тысячи гривен. А это где-то процентов 20 от стоимости самой фильтр машины. И что здесь с подогревом, Вова? Я не совсем разобралась. Да, с подогревом у них, скажем, такая маленькая беда. Тем, что держат всего лишь там до часу и все. Но в принципе это решаемая проблема с закупкой дополнительно термоса. И можно спокойно варить там 2 литра, 3 литра фильтра и выливать его в большой, огромный термос и все. То есть фильтр машина стоит того, чтобы купить в ней еще термос. Кстати, термосы, которые мы используем, и мы знаем, что их использует также Феликс из компании Фунт Кофе. Это человек, на мнение которого можно полагаться. Это обычные термосы из метро. Их стоимость большого фильтра порядка 600 гривен. Но они отлично держат температуру до 6 часов. Из нашего опыта может и больше. Поэтому можете использовать их. Фильтр машина очень удобная именно вот этой воронкой для смолотого зерна. Потому что регулируется экстракция во время приготовления и есть клапан сброса. Сейчас мы приготовим на Вилфе кофе и также рассмотрим, что случилось с кофемашиной или не случилось спустя год в аренде. Итак, рассмотрим сначала трубку для подачи воды. Напомню, что фильтр машина была в аренде целый год, почти год. Видите? Конечно, сошло покрытие. Эстетически она уже не так хорошо выглядит. Мы же понимаем, что на этой фильтр машине варился фильтр целый день. Это кофейня, которая работает с довольно большими объемами. Видите, что случилось? Ну и эстетический вид она потеряла, конечно, но не функционально. Итак, устанавливаем ее. Да, устанавливается она гораздо, да, очень легче гораздо. Тоже самое, как и в Мокомастере. Да. Что еще, в принципе, хочу заметить, что я работал на этой кофемашине очень долго и скажу, что очень быстро вода нагревается очень быстро, даже спустя год, скажем, работы. То есть здесь явно очень мощный тенн для подогрева. Что еще плюсы, скажем, этого всего? Вова, ты работал с такой прост. Да. Да. Сейчас я покажу. Вставляется, он очень просто. В принципе, что еще... Поворачивается. Можно, в принципе, что и самое лучшее. Можно разобрать полностью, чистить внутри, что, в принципе, там часто, там кофейные масла, может быть, какие-то налеты от воды. То есть, в принципе, можно полностью вот здесь. Видите, раскрутить. Вот здесь раскрутить. Есть три болта. И здесь почистить полностью от какой-то грязи. В принципе, она полностью чуть ли не разбирается. Ее можно чистить все. Так же самое можно чистить декальцинатом. И вот этих налетов не будет. То есть, это все зависит, какую воду используют в воде. Какую воду, когда обслуживаете. Да. Что еще, в принципе, очень удобно. У мокомастера такого не было. Здесь есть. То есть, это, в принципе, можно снять эту, скажем, не знаю, крышку, да, которые говорят, типа, что минимализируют потери температуры. Но по опыту скажу, что она, честно, ну, лишняя. Ты можешь контролировать полностью экстракцию так зато. В принципе, она оставляется вот так. Все. Очень еще удобство в этой фильтроварке, тем, что мы можем, одна кнопка, но много функционала. Мы можем подавать воду, можем останавливать воду. И это для будущего можно сделать очень много рецептов. И, в принципе, как вы видите, здесь открыто полностью тоже доступ к самой воронке. И мы можем взаимодействовать с крупными и мелкими фракциями. И за счет этого можем сделать не один, не три каких-то там рецептора, а гораздо больше. За счет клапана, за счет перемешивания и доступа к самой воронке. Ну, в принципе, все. Можем, в принципе, приступаем к приготовлению. Да, обязательно еще не забывайте закрывать крышку в воду, скажем так, да, чтобы не попадала пыль. Вы помните, мы делаем половину порции в каждом видео, чтобы сделать процесс быстрее. Да. Все, накрыли. Берем кофе, грубо помола обязательно. Мы сейчас используем Руанду, натуральной обработки. Интересно вообще на пибери и еще красный бурбон. То есть это, в принципе, гораздо слаще будет. Итак, засыпаем. Засыпали. Все. Разровняли. У нас есть крышка, но мы не спешим. Да, крышка можно использовать потом. Почему? Потому что она будет опять, потеря температуры будет меньше. Следующее. Начинаем уже, скажем, сам процесс воряне. Нажимаю в одну кнопку. Все. Очень, кстати, эстетично оформлена кнопка. Очень интересно. Да. В будущих комплектациях они хотят решить больше функционалов, чтобы больше температуры регулироваться. В принципе, они, то есть, перспективно идут. В принципе, вот началось. Мы сейчас будем смотреть по времени. Практически каждый фильтр машины, который мы рассматриваем, есть другие комплектации, но мы смотрим те, которые стоят не дороже 250 евро и которые являются самыми популярными в своей линейке. Итак, мы ждем, чтобы она нагрелась. Очень быстро нагрелась. Да, буквально 30 секунд и уже все, пошло. Как видите, что вода плюется здесь так же, как и в других. Все потому, что мы заливаем воду холодную, она опускается. Здесь есть нагревающий элемент, который воду подогревает и сразу подает в распылитель. Здесь мы видим то же самое, что вода подается душиком, но который является такой плоской линией. И также нужно перемешивать кофе, мелкие и крупные частицы, для того, чтобы получился целостный, вкусный напиток, чтобы мы могли из зерна получить все, что оно под собой продразумевает. Все дескрипторы. Да, и как я раньше говорил, видите, вот мы подачу воды можем приостановить. Нажимаем кнопку, все, подача воды останавливается полностью. Она же докапывает, то, что было внизу. Потом мы можем спокойно, подождали, отодвинуть. Берем ложечку, просто перемешиваем полностью все фракции кофе, чтобы можно было максимально раскрыть вкус и опустить. То есть, это в принципе очень удобно. предсмачивание. Да, предсмачивание. Это очень важно. Что еще интересно, мы можем подождать какое-то время, то есть, мы можем на время взаимодействовать и в принципе настой делать. То есть, мы можем даже делать концентрат, а потом его разбавлять. Мы пока вот просто показываем, вот сейчас время доходит, как раз 30 секунд было нагрева, две минуты и мы откроем полностью. Мы уже смотрите, предкрыть, предвнимание, это очень важно. предкрыть чуть-чуть, а можем полностью прокрыть. И все. Нажимаем подачу кнопку воды и все, начинается вода опять снова подавать. Буквально пару секунд и начинается снова подача воды. То есть, если вы профессионал и хотите бюджетную фильтр-машину себе домой или даже в кофейню, то это точно для вас, если вы хотите играться с одним и тем же зерном. Итак, подведем итоги. Исходя из того, что мы видели сегодня и из опыта, ведь эта фильтр-машина простояла в аренде, в аренде почти год, мы видим, что она сохранила свой внешний вид, она не потеряла свой функционал абсолютно. То есть, нигде ничего не забилось, ничего не забилось накипью, за ней явно хорошо ухаживали. Что я могу сказать? Если вы хотите фильтр-машину в офис, то, наверное, не стоит. Здесь слишком много наворотов, здесь стеклянная колба, которая у вас быстро разобьется, здесь нет хорошего подогрева, наверное, не стоит. Возьмите лучше бы на виду. А если вы хотите фильтр-машину для кофейни, поверьте, это отличный вариант, который вы можете купить до 7000 гривен. При этом, что вы получите? Фильтр-машину, в которой можно регулировать экстракт, делать предсмачивание, которое будет очень стабильно, вкусно варить фильтр, и вы сможете сварить на ней качественное любое зерно. Потому что, да, температура здесь не регулируется, но регулировка там, где воронка, регулировка экстракции, возможность сделать предсмачивание, клапан сброса, это очень важные моменты, которые создатели Вилфы продумали. Единственный большой минус это колба и отсутствие хорошего подогрева. Но она настолько хороша, что вы можете купить для нее термос и использовать. Поэтому Вилфу мы рекомендуем. Нам она очень нравится. Спасибо за внимание. Будьте с нами.